По запаху его можно определить? Он как-то отличается? Нет. Невозможно. Нет, к сожалению. Ну да, это действительно большая проблема. Это действительно большая проблема. А вот есть вопрос, проводят ли потом какие-то проверки по месту, где был приобретен алкоголь или вот этот стеклоочиститель? То есть как-то у вас есть какая-то связь с другими службами? У нас связь с Роспотребнадзором, то есть мы эти случаи обязательно передаем в органы Роспотребнадзора. Это довольно уже такая схема наработанная, информация о всех отравлениях идет в Роспотребнадзор. Но отследить, где это продавалось, очень сложно, потому что ведь больные-то поступают без сознания. И, как правило, сказать ничего. Могут не помнить вообще потом. Ну, просто не могут ничего сказать. И практически ни в одном случае нам не удалось вот эту информацию получить от больных. Понятно. А вообще же отравление как-то классифицируется? Классифицируется, бывают же, наверное, какие-то классификации отравлений существуют? Множество. Ну, самое простое, самое простое. Чтобы нам как-то понять и разложить немножечко, какие бывают отравления. Ну, конечно, классифицируют по причинам. То есть есть отравления бытовые и производственные. Производственных очень немного. Ну, бывает на производстве, но это редкости. Больше мы встречаемся с бытовыми. Бытовые, опять же, делятся на намеренные и ненамеренные, то есть случайные. И, опять же, намеренные отравления делятся на криминальные, на суицидальные, на какие-то отравления, допустим, там, с целью прерывания беременности. Ну, это тоже абсолютная казуистика. А вот суицидальных отравлений достаточно много. И, конечно, показатели суицидальных отравлений у нас очень высокие. Если, скажем, в Западной Европе, в самых благополучных странах, ну, такой есть показатель суицидов на 100 тысяч населения. Вот там 4 случая. В самых неблагополучных западных странах 20. У нас в области 58. Ну, на самом деле, очень высокие. Да, конечно, очень высокие. Ну, а других суицидальных, может быть, просто у нас именно предпочитают суицидальную попытку совершить с помощью какого-то отравляющего вещества, а может быть, у них, например, больше с каким-то другим способом? Или нет? Или у нас вообще суицидальных попыток больше? К сожалению, всё равно больше. Но вы правы, что, конечно, большая часть суицидальных попыток – это отравление. И всё-таки понятно, что летальность при отравлении и, скажем, при попытке повешения или огнестрельных суицидов будет разная. Но, тем не менее, летальные случаи есть. И тем более это всегда ужасно, что на самом деле большинство суицидальных попыток носят демонстративный характер. То есть не то, что человек вот решил, что он во что бы то ни стало уйдёт из жизни, там, если не отравится, так спрыгни с моста. А это определённая демонстрация. И люди иногда считают, что какой-то лекарственный препарат абсолютно безвреден, потому что везде рекламируется, принимают. А на самом деле это очень вредное средство. Понятно. Вы знаете, очень много вопросов про дизайнерские наркотики. Видимо, это как-то очень актуально. Поэтому я всё-таки задам их. Дизайнерские наркотики постоянно меняются по составу. Но как тогда вы с ними работаете? Или одним и тем же всех прокапываете? Ну, во-первых, у нас достаточно хорошая лаборатория. И большинство дизайнерских наркотиков, они всё-таки в моче определяют у людей и дают нам эти сведения. Во-вторых, всё-таки мы уже немножко можем разные отличить по клинике. Вот хотя бы в том аспекте, в котором нужно разное лечение. Лечение всё-таки немножко отличается. И клиника всё-таки несколько отличается. И мы уже знаем, на что надо обращать внимание, зачем следить. Мы обмениваемся информацией с нашими коллегами в других городах, в других странах. Ведь, даже я вам скажу, в разных городах нашей страны разные дизайнерские наркотики преобладают. И мы стараемся за этим следить. Допустим, в каком-то городе, в Санкт-Петербурге, в Казани преобладает какое-то вещество. У нас оно может встретиться, но очень редко. И за всем этим приходится следить. Понятно. Константин Михайлович, мы на улицах города спрашивали наших горожан о том, как вы оказываете себе первую помощь, если почувствовали симптомы отравления. Давайте посмотрим, а вы потом скажете своё мнение. Здравствуйте, я Настя. И, как обычно, корреспонденты ИТВ собирают мнение у тёрки. Испорченные продукты и некачественный алкоголь. Именно они чаще всего приводят нас на больничную койку. Можно ли оказать себе первую помощь при отравлении? И как лучше это сделать? Давайте спросим у наших горожан прямо сейчас. Клизму есть, клизму ставьте. Нет, больше пейте, чтобы вырвало. Выпить угля, наверное, активированного или там всяких препаратов подобных. И ждать. Я слышу, что лимонный сад, да, помогает. То есть надо выжать лимон. Ну, не знаю, водой разбавить, не разбавить. Можно так выпить. Супики кушать, наверное. Ну, больше жидкости петь. Ну, не знаю, говорят, мне всегда помогают апельсины высокой. Не кушать, воздержаться от еды более длительное время. Ну, и обратиться к врачу, если более тяжелый случай. Вывести из организма токсины. Для этого существуют какие-нибудь активированные уголи или еще какие-то сорбенты, которые есть в аптеке. Если там уже поднимаются температуры под 40, наверное, лучше к врачу. Два пальца в рот и побольше воды. Крепкий чай без сахара с сухарями. Вот. Это постельный режим. Это большое количество жидкостей. И, соответственно, поход к ихтиандру. То есть стараться промывать желудок. По возможности несколько раз это сделать. Возможно, средства такие, как с марганцовкой. Взять в аптеке марганцовки и попить 3 литра воды. И снова поход к ихтиандру. Константин Михайлович, я хотела бы этот опрос еще сопроводить сразу же вопросом. Все-таки какая существует первая помощь при отравлении? И согласны ли вы с мнением горожан? Во-первых, нужно четко различать отравление. Все-таки какое-то инфекционное, когда поднимается температура. Вот говорили, ну, явно пищевое какое-то, пищевая токсикоинфекция. И отравление химическое. И здесь, конечно, совершенно разные бывают случаи и, соответственно, разная помощь. И, во-первых, конечно, человек может вызвать скорую помощь. То есть если это серьезное отравление, если вы видите, что родственник там находится без сознания или в каком-то измененном сознании, или явно присутствует явление шока, то есть там бледность, там слабый пульс, да, то есть это серьезная вещь, сразу скорая. Во-вторых, можно позвонить в наш консультативный центр. У нас существует специальный телефон для консультации. Конечно, любой человек к нам может позвонить и проконсультироваться. Действительно ли это отравление, действительно ли это опасно. Чаще всего, конечно, к нам звонят врачи. Врачи где-то в местных больницах, которые консультируются насчет своих больных. Но любой гражданин может это сделать. Телефон у нас достаточно простой. 261-396. И, пожалуйста. Но, что касается... Вот несколько человек сказало о том, что нужно вызвать рвоту. При некоторых отравлениях, особенно отравлениях таблетками, в первые минуты после отравления, да, это, возможно, и хорошая мысль, да, потому что в первые минуты, там, 10-15 минут, действительно, вызыванием рвоты можно таблетки каким-то образом, ну, хотя бы часть убрать из организма. Но при отравлении какими-то техническими жидкостями это может оказать ещё больше повреждающее действие. Поэтому строго противопоказано. И тут нюансов довольно много. И мы довольно часто сталкиваемся с, ну, проявлениями полного мракобесия. Ну, например, вы знаете, что у нас очень распространено в России отравление уксусом. Как раз хотела вас спросить, что делать. Ну, да. Во-первых, просто начнём с того, что у нас уксус продают, эссенцию 70-процентную. А это страшный яд, который вызывает смерть в дозе, начиная с 50 мл. А в мире не продают? Нет, нигде не продают. Нигде не продают таркона. Если я где-то на Международном конгрессе докладываю о отравлениях уксусной кислотой, как мы лечим эти отравления, какие у нас исходы. Первый вопрос, который мне задают иностранцы. А где они берут эту уксусную кислоту 70-процентную? Я отвечаю, да в обычных продуктовых магазинах. Но к чему я-то говорю? Ведь у нас, вы думаете, отравления уксусом носят суицидальный характер? Только в половине случаев. Я вот как раз-таки думаю, что очень часто они могут быть случайные. Случайные. Просто перепутав баночку, где-то развели, где-то не развели уксус. Конечно, люди же хранят эти так называемые чекушки с уксусом в холодильнике. И с утра, после алкоголизации, очень часто путают. Обоняние ослаблено в этом случае у длительно алкоголизирующихся, особенно людей. И начинают путать. И сердобольные родственники знают, что человек только что выпил кислоту. Что ему дадут? Щёлочь какую-нибудь. Соду. Соду, да. И страшнее ничего нет. Это же вызывает взрывную реакцию в желудке.